всем привет сегодня чищу свой куб грязи конечно в нем немерено почему чищу потому что у меня тут опять ночью авария случилась слился пруд где-то но сантиметров на 10 также вот этот фильтр который сетка вот здесь забилась и не давала стекать из трубы ну соответственно здесь начало выливаться вот короче решил полностью сейчас спустить подключил туда уходит вот сейчас мой его щеткой и буду соединять напрямую с трубой и засыпать сюда биозагрузку не получается будет орошайка то есть с этой трубы будет орошаться но падать вода на биозагрузку и орошаться нарастать бактерии там вот так далее грязюка еще надо отмывать он без загрузка сломано надо убрать мужа жил желтеет то есть видно то что желтый налет появляется значит бактерии заселяются и соответственно грязь все стекла ночью видать и опять пруд испачкался грязный стал но сейчас был пока выливая на газончик выливая как закончу буду засыпать вставлять трубу дальше буду держать в курсе так ну что куб помыт чистенький зеленка не оттирается но это не особо важно главное всю грязь я убрал сейчас буду откручивать вот этот вентиль вот и вставлять туда пробовать 50 трубу накрепить герметизировать здесь воды налью вот все так сделаю я думаю что я все на столовую пролезет труба 50 я в ней просто отверстие на сверлю длинную такую сделаю во всю длину вот на сверлю там отверстие еще и засыплю биозагрузкой а здесь соединю так напрямую сейчас пока разберу лампу посмотрю что там с ней сделал этот озон мне кажется из-за зона она там наросла этим условием коричневого я показывал кто не видел покажу вот она таким коричневым цветом нарастает от озона трубы я боюсь что у меня лампа то же самое также наросла сейчас разберу посмотрю ну вот всю грязь вымыл было много грязи вот остался песочек сюда так выхода собрать и все засыпаем биозагрузку продолжение следует так ну вот я открутил этот вентиль кран все нормально единственное что еле-еле открутил пришлось приподнимать подставлять деревьяшку чтобы приподнялась она упиралась в деревьях теперь у нас проблема с чем чуть-чуть не вылазит труба 50 50 труба чуть-чуть прямо не знаю сейчас либо в распор буду ее туда загонять попробую вот либо чуть трубу потесать либо вот эту часть чуть-чуть напильником пройтись вот и все потом термоклеевым пистолетом пройти с одной и с другой стороны и окей думал я думал как эту дырку расчистить пробовал и ножом нормально срезает пробовал напильник тоже что-то пили пробовал насадку сделать чтобы рассверлить не проходит потом вспомнил вот что нужно газ короче горелого так нагреваешь и силой туда начинаешь вставлять это вставляется туда все вот так вот ловите лайфхак как газовым баллончиком можно расширить дырку сделать ее идеальный по размеру трубы сейчас буду вставлять на сверлю отверстий в трубе и и туда загоню прямо так туда и все такие дела так ночью после того как мы там дырку увеличили берем вот сверлим такие отверстия по всей длине сверлом это дырочка сквозная то есть с одной стороны заходит из другой выходит получается с двух сторон от просверлить чтобы было четырех сторон сейчас туда вот так вставлю и и все вот эту часть надо заглушить чтоб сюда без загрузка не попадала сейчас чем придумаем недолго думая взял из пеноплекса вырезал такую заглушку и все теперь я не волнуюсь то что туда что-то попадет у биозагрузка по крайней мере это вставится ведь трубата вот сюда вставится так ну что три минуты в позе лотоса там пришлось залезть ее запихивать тяжело запихивалась вот везде отверстия по бокам вот короче вот все вышло сейчас здесь термо клеем пройду на всякий случай хотя она так только заходила что я уверен что там ничего и потекать даже не будет все через уголочек вот и пойдет вся система сейчас я разберу лампу посмотрю что там и сначала наверно лампу оставлю потом озончик вот такие дела губы прямо придумали специально для рыбоводства мне не очень нравится так ночью я чуть-чуть приоткрыл смотри чё там подсветка не очень помогает ну короче это все могу сказать трубки чистые никаких наростов нету то что я предполагал значит озонатор никак не влияет это уже радует вот и соответственно можно оставлять такую же систему возможно наверно ее чуть скомпоновать а с фокусом то есть сейчас я соберу вот отсюда пойдет сюда вот так ну скорее всего вниз вот так ну короче без равенства озонатор потом сразу поставлю ультрафиолетовую лампу вот и уже трубы пущу одну как вот так было на змейкой чтобы лучший перемест был вот вот ну по крайней мере ну по крайней мере что ж такое то ну лампочки чистые то есть ничего ни наростов нету ничего все окей собираю все и запускаю систему вот такая вот штука я соберу порядок на виду биозагрузки засыплю сюда и запущу ждем продолжение так ну вот это продолжение моей эпопеи с орошаемым биофильтром вот такой вот напор идет воды мне кажется из-за этого скиммера у меня улучшился напор воды прямо значительно это не точно но по ощущениям вот по воде который выходит это так и есть собственно сейчас вот так выглядит ультрафиолетовая лампа на 72 ватта по 36 каждая вот здесь вот так все собрано озонатор пока отдыхает и вот так выглядит эта штука биозагрузки здесь так 100 200 300 500 сейчас посмотрим это вот здесь вот здесь это у нас 300 400 литров у меня биозагрузки а это 500 вот 400 литров у меня биозагрузки надо еще куда купить где-то литров 400 вот и будет нормально вот такой вот напор идет поставил тарелочку она разбивается и вот здесь я рук поставляю она дождиком таким идет прямо на руку и по всей площади она разлетается вот так брызги вот здесь у меня вот здесь вот здесь у меня вот сама вот эта вот эта часть она чуть-чуть пожелтела на камеру не видно но но видно даже вот она бурлит она такая желтенькая чуть-чуть сетка на 150 микрон скоро придут по тоньше очистка вот так все сливается этот что-то балуется то вверх то вниз всплывает не может выставиться чтобы работал в одном режиме но ничего выставиться сейчас доливая воду сейчас чуть-чуть осталось я думаю литров 500 и все и ждем результатов себе загрузка опять же сейчас за закинул да она вот чуть-чуть грязненькая да и плюс снизу идет забор то есть сейчас все сливается и засасывается фильтруется и туда он там рыба тусит так что такие вот у меня изменения наконец-то я все доделал осталось теперь закупить биозагрузку еще наверно съезду куплю и все и крутой орошаемый фильтр у меня готов и потом кое-что сделаю вот из этого чуда многие возьмут все на вооружение и тоже сделают я думаю завтра если будет время или послезавтра все это смастерю будет стоять он вот тут а может и не тут а может и тут посмотрим как пойдет вот такие дела но скиммеры засасывает но я тебя на камеру пришел заснять а ты меня тут этот прыгаешь на себя вертись может из-за того что воды поменьше стало он так прыгает ну наладится плюс мне еще я с ним экспериментирую я хочу чтобы была открытая воронка и в открытую воронку сливалась вода вот как он сейчас наверху был возможно по бокам еще на сверлил дырок чтобы он не так быстро засасывал ну на этом все как бы вот система ультрафиолет светится видно да без загрузки да ну потому что здесь почти ну больше половины бочки это 280 ну 140 литров точно и плюс здесь 400 литров на еще 400 литров можно смело брать и будет отлично кто не подписан подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы мы увидимся в новых видео всем пока